Спасибо. Итак, я буду рассказывать о современных стратегиях лечения вторичной метральной регургитации или недостаточности. И в основном расскажу о версии 2012 года, руководство по лечению сосудистых и сердечных заболеваний. Это документ, который выпущен Ассоциацией картиологов, а в 2013 году американское руководство было выпущено, опять-таки, по заболеваниям клапанов сердца. Насколько вы знаете, функциональная или вторичная метральная недостаточность характеризуется практически нормальной морфологией клапана. Есть вентрикулярные проблемы и некоторые заболевания, которые с этим связаны. Изменения в геометрии левого желудочка, смещение популярных мышц, утолщение или же махровость створок и так далее. Здесь вы видите два очень важных параметра, которые мы должны замерять. Это параметры, которые отражают тяжесть поражения. Функциональная регургитация или метральная недостаточность – это такое заболевание, которое мы наблюдаем у пациентов с дилетационной кардиомиопатией. И здесь вы видите данные фракции выброса и распространенности дефекта метральной недостаточности. Мы видим очень четкую взаимосвязь. Этиология функциональной метральной недостаточности такова, что у большинства пациентов происхождение ее ишемическое, в одной трети случаев – это не ишемическое происхождение и явление. Микрорегургитация и недостаточность метрального клапана создают вот такой замкнутый порочный круг или цикл. Перегрузки по объему вызывают расширение анулярно-вентрикулярной зоны, вызывают дисфункцию левого желудочка и сердечную недостаточность. Этот порочный круг практически сообщает нам о том, почему таким негативным является воздействие метральной регургитации на прогноз пациента. Вот это классическое уже исследование, которое отражает по определенной статистике кривые выживаемости пациентов с метральной недостаточностью и без нее. Вот это еще одна работа по выживаемости после соответствующей диагностики. Мы видим, что метральная недостаточность влияет на выживаемость пациентов, но все еще зависит и от степени регургитации. Давайте поговорим о показаниях для хирургического вмешательства в этом случае. Обычно показания связаны с пациентами, у которых в тяжелой степени наблюдается недостаточность метрального клабана. Когда им рекомендуется АКШ, это рекомендация класса 1, пациентам необходимо в этих условиях производить орпирацию. Умеренная степень метральной недостаточности также может наблюдаться у пациентов, которые должны получить коррекцию по методу АКШ. И в этом случае, так сказать, может быть рассмотрено вопрос о том, не произвести ли параллельно и лечение метральной регургитации. Вот здесь вы видите пример объединенного хирургического вмешательства в случае вторичной метральной недостаточности. Мы видим, что здесь уже другие показатели смертности. Они гораздо лучше у тех пациентов, которые получали и хирургию метрального клабана одновременно с вмешательством по поводу АКШ. И есть не только обзервационные данные, но есть и рандомизированное исследование Риме, которое говорит о том, что когда проводится хирургическое вмешательство на метральном клапане, улучшаются и функциональные показатели. И по данным через год, то есть последующего обследования, мы видим улучшения по разным показателям. Например, БМП значительно уменьшается у таких пациентов в сравнении с пациентами, которыми не было произведено вмешательство на метральном клапане. У пациентов с умеренной недостаточностью проводятся упражнения и обследования на упражнения с нагрузкой. И здесь вы видите данные по одышке, усталости. Это данные, которые также надо учитывать, когда вы выстраиваете прогноз. Потому что здесь видно, например, что в условиях нагрузки регургитация усиливается. Это еще один повод для того, чтобы проводить вмешательство. Также необходимо, так сказать, рассмотреть возможность кирургического вмешательства у симптоматических пациентов с тяжелой метральной недостаточностью, с фракцией выброса левого желудочка меньше 30%, с опцией ревоскулиризации. И когда вы видите, что можете улучшить функцию левого желудочка и значимо улучшить состояние пациента. Чуть менее слабым показанием является состояние, когда не рассматривается ревоскулизация коронарной артерии. И если, например, не надо проводить АКШ, то тогда рекомендация делается по классу 2Б. То есть умеренная рекомендация. Долговременная выживаемость после сирургического вмешательства по поводу вторичной метральной недостаточности. Она здесь сравнивается с пациентами, которые получили только медикаментозное лечение. Это данные ВУ, которые были опубликованы в 2005 году. И это также данные группы Стивена Болинга. Важным является и типоммиграционного вмешательства. Анулопластика – это предпочтительный метод, например, по сравнению с заменой метрального клапана. Здесь вы видите, что коррекция в данном случае лучше, чем замена по показателю послеоперационной смертности. Также сейчас мы видим больше интерес к таким вмешательствам именно в случае вторичной метральной недостаточности. Здесь вы видите данные группы Филиппа Пебарок, согласно которым после замены метрального клапана функциональные показатели оказываются у большинства пациентов вполне удовлетворительными. И здесь хочу привести еще одно исследование. Данные были недавно опубликованы. Это коррекция метрального клапана в сопоставлении с протезированием в случае тяжелого и шимического поражения метрального клапана по типу регургитации. Вот здесь вы видите две группы пациентов представлены. Показано по данным смертности, что различий между этими группами через год не было. Что касается рецидивов, показатель был выше у пациентов с анолопластикой в сравнении с протезированием. Я думаю, что это исследование заслуживает внимания, но необходимо, конечно, рандомизировать пациентов. Нельзя объединять в одну группу пациентов после операции в отношении раковой опухоли, лобектомии и т.д. Мы знаем, что есть определенные предикторы рецидива вторичной метральной недостаточности после анолопластики недостаточного размера. Робердиоми сообщает нам о том, что ЛВИДД должно больше 65 мм, область систолического тентинга более 2,5 см2, каптационное расстояние 10 мм и т.д. И систолический индекс более 0,7. Когда вы наблюдаете такие показатели у вашего пациента, вы понимаете, что после анолопластики недостаточно большого размера есть очень большая вероятность рецидива вторичной метральной недостаточности, и надо тогда продумать адекватный тип лечения этого пациента. Это исследование также критиковали еще потому, что там рассматривалась только реконструкция метрального клапана в сравнении с пластикой. Но есть и целый ряд других процедур, которые можно произвести во время хирургического вмешательства. Например, если есть серьезные шрамы, можно произвести плекацию, либо резекцию, можно произвести вытягивание створки, резекцию вторичной хорды, например. Иногда это очень полезная процедура, особенно когда у нас есть эффект чайки, который виден на электрокардиограмме и репозиционирование популярных мышц. Это можно сделать целым рядом разных способов. Также использование устройств кардиоподдержки, метода край в край и так далее. Самое главное – это то, чтобы знать, какими методами можно воспользоваться при реконструкции метрального клапана. Нельзя всех пациентов с разными ситуациями, с разными случаями сводить как бы в одну группу, по которой уснедняются результаты, и не совсем понятно, что эти результаты значат. Если сравнивать хирургический риск с преимуществами. Итак, если у нас возраст, простите, возраст, но если есть сопутствующие заболевания, если есть дисфункция левой желудочкой, она тяжелая, тогда хирургические риски могут быть очень высоки. И как вы видите, здесь красным выделен хирургический риск, и он растет вверх и достигает таких значений, что клиническая польза, которую вы видите здесь кривой зеленым обозначенному, просто перечеркивается этим. Поэтому вот эти пациенты, Роберт, мы об этом с вами говорили до этого, и в своем предыдущей лекции я про это говорила, вот это пациенты, для кого нет хирургического варианта, эти пациенты в действительности им нужно предложить клип-процедуру, метроклип. И вот, пожалуйста, совершенно точное предложение в отношении того, конечно, класс доказательности 2B, но это в руководствах четко прописано, что через кожный метральный клип-процедура может быть вариантом для пациентов симптоматически тяжелый вторичный МР, МР, несмотря на оптимальную фармакотерапию в соответствии с критериями ЭХО, которые считаются иначе неоперабельными, или в очень высокий хирургический риск, по заключению целой команды хирургов, кардиохирургов, кардиологов, и, как ожидается, у такого пациента ожидаемая продолжительность жизни выше одного года. Американские руководства, они, скажем так, менее агрессивны. То есть нет здесь показаний первого класса А, нет. Даже пациенты с тяжелой вторичной хронической метральной несостоятельностью все равно считаются класс доказательности 2А, силы доказательств. Поэтому, ну вот здесь вы видите еще одно различие с европейскими руководствами. Здесь тоже видим для пациентов его хронический, умеренная вторичная метральная регургитация, которые будут оперироваться в кардиологии. Вот опять же, видите, 2А в Европе, а в Америке 2Б. То есть вот такой выглядит алгоритм американских руководств, как вы видите здесь. И вот по поводу вторичной метральной рекургитации максимальное, что мы можем дать такого больному в отношении хирургии, показания остаются в классе 2Б. И, как я уже говорил, до этого американцы не считают, только потому что нет разрешения на клиническое применение, они, тем не менее, не считают, что в таких условиях это можно сделать. Я полагаю, что есть большое ожидание в отношении сердечной недостаточности вот этого исследования КОАПТ. Итак, где как раз сопоставлялись пациенты, у кого сердечная недостаточность и функциональная метральная рекургитация, которым получали либо фармакотерапию только, либо фармакотерапию плюс метроклип процедуру. Многое ожидали из этого исследования, но с самого начала, похоже, стало, что очень трудно провести рандомизацию среди таких больных. То есть с начала прошлого года, например, в Европе только 25% всего, которые смогли пройти рандомизацию в эти исследования. В этом исследовании, как мы ожидаем, у нас должно быть 800 пациентов пройти рандомизацию. Трудно, трудно провести рандомизацию здесь, потому что есть определенная тенденция применять метроклип в любом случае. В исследовании КОАПТ здесь немножечко по-другому, потому что есть большая мотивация в Америке провести рандомизацию, поскольку процедура пока еще не широко доступна, и только после результатов этого исследования, когда они будут представлены, можно будет получить разрешение на применение этой процедуры в широком формате. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, что Вы дали нам такой комплексный обзор, исчерпывающий обзор такого спорного вопроса. Теперь я предлагаю своим российским коллегам задавать вопросы. Не бойтесь, пожалуйста, насчет языка. Если Вы будете говорить в микрофон и медленно, то вопросы будут переведены докладчикам. Пожалуйста, не стесняйтесь. Итак, молодые наши коллеги из России, они пока готовят вопросы нам. Я бы тем временем хотела бы подчеркнуть то, что Вы именно сказали в отношении именно этого исследования, проспективного рандомизированного исследования, которое было в New England Journal of Medicine. Потому что я несколько, скажем так, меня порадовало Ваше замечание, когда мы говорили, что нам не следует даже и пытаться предлагать что-то, чтобы оптимальная терапия – это протезирование. Я думаю, это очень важный довод, который именно Вы привели, что техника – это вальвопластика, но это не единственное. Но, тем не менее, ее выполняли по-особенному, потому что 33% регургитации через 6 месяцев – это огромная цифра. Мы опубликовали у себя на кафедре, тоже в нашем отделении, где у нас через 48 месяцев 30-40%. То есть явно что-то мы здесь можем сделать, чтобы у нас было в отношении ретрективной пластики. С другой стороны, если посмотрим публикации по когорте пациентов, у кого рекургитация, сопоставимых с когортой пациентов, у кого были пластика, то их сопоставили тех пациентов, у кого не было рецидива спустя 6 месяцев, и тех, кто развили рецидив через 6 месяцев. И обнаружили очень важное различие с точки зрения ремоделирования. Это означает, что если вы будете правильно применять показания к пластике метрального клапана, это гораздо лучше, чем что-либо другое. Хотя в публикации сказано, что нет разницы между протезированием и пластикой. Однако, если вы выполните именно пластику правильно, то тогда это гораздо лучше считается, чем за протезирование. Потому что реконструкция лучше, чем это. Потому что вывод работы хрома состоит в том, что если то, что вы нам представили, мне кажется, 7-8 факторов, которые вы разобрали, и обнаружили, что после множественного мультифакторного анализа несколько предикторов, факторов. То есть можно подготовить какой-то алгоритм, и если пациент вписывается в этот алгоритм, тогда нужно делать реконструктивную хирургию. Если нет протезирования, то что вы можете в отношении этого сказать? Вот совершенно именно то, что я и пытался сказать. А именно, что по сути есть разные больные. И у разных больных разные афтономические особенности, разное клиническое состояние. И я думаю, очень важно выявлять именно вот эти факторы, которые позволяют предсказать плохой исход при реконструктивной хирургии. Сейчас у нас есть достаточно данные, как по нашему личному опыту, так и в литературе, которые позволяют выявить таких больных. Конечно, эти пациенты, простите, нужно лечить с помощью реконструктивной хирургии. Понятно, смысл не то, что это одно и то же. Вопрос – это нам нужно лучше искать показания и отбирать больных для каждой из техник, особенно в отношении реконструкции. Поэтому прошу вас сейчас, открываю возможность задавать вопросы. Вопрос такой. Помедленнее, пожалуйста. Как вы относитесь к аналлопластике мягким опорным кольцом? И второй вопрос – сравнили вы жесткий опорный кольцом? Как вы относитесь к… Вы говорите о мягкое и жесткое кольцо, да? Вот это вопрос. Пожалуйста, повторите, они не успели, видимо, надеть наушники. Таким мягким опорным кольцом и проводили ли вы сравнение мягкие опорные кольца по сравнению с жесткими? Спасибо. Да, вот это, похоже, всем хорошо известно, что предпочтительно, предпочтительно при функциональной рекургитации применять полностью жесткие кольца. Может быть, это также предпочтительно применять определенные даже формы в зависимости от позиции, где вот у нас струя рекургитации. Поэтому это совершенно общепринятое, и у нас есть данные, которые позволяют поддержать это утверждение. От Тавио, как и многие другие, я очень был разочарован результатами, которые поставили знак равенства между реконструкцией и протезированием. Вы указали, что это не единственное решение, помимо анолопластики. Я лично, лично полагаю, что причина, почему такие плохие были результаты, это то, что большинство людей учат делать реконструкции, регургитации метрального клапана, которые гораздо куда как были сложены реконструкции, когда нужно в желудочек заходить, когда нужно делать поддержку, вторичные хорды, папиллярные мышцы. То есть, скорее всего, по этой-то причине люди не знали, как правильно выполнять это вмешательство. Вы совершенно правы, Марка. Это очень наивная была процедура исходная. Просто все думали, поставим кольцо, и кто угодно это сделает. А оказалось, что если кто-то хочет действительно выполнить это правильным, реконструкцию метрального клапана в контакте ишемической кардиомиопатии или дилетационной, нам нужно посмотреть здесь на многие факторы. И это не простая процедура, которую прямо-таки можно сделать. Она предполагает большой опыт. И, конечно, результаты этого, если вы решите, что вы просто подтянете папиллярную мышцу, очень трудно знать, как именно, насколько. Потому что, собственно, доказались. Вот тот тест, который с помощью инвекции физраствора, он вряд ли окажется полезным. Мне лично очень нравится вот эта техника, которая была предложена Джеком Шаффелем, который говорит, что нужно подтянуть папиллярное масло, и ЭКГ нужно делать контроль, который немедленно, сразу после операционного. И именно тогда он точно знает и знает наверняка, сколько времени нужно подтянуть, потому что он может просто видеть, каптаться, как происходит. Отсутствие регургитации он сразу подтверждает. Это и каптация, и совмещение двух створок, которые могут... Он может вот с помощью подтягивания мышц как-то все это, кстати, сделать. Я хочу подчеркнуть, что мы не должны совершенно осуждать рестриктивную анолопластику. Если вы уважаете критерии отбора, если вы, например, соблюдаете то, что мы, например, опубликовали, в отношении вот этого меньше 65, то тогда, я думаю, это может быть вполне воспроизведено, только в рестриктивной анолопластике в большинстве пациентов. Нам не нужно давать такое впечатление, что по определению исходно лечение ишемической регургитации – это такой легкий вопрос. Нет, но нужно четко знать, когда использовать рестриктивно, а когда есть возможность под вентрикулярным... Вот такие вопросы. Во всяком случае, я всегда пытаюсь особо внимания в конце операции. Если вы рестриктивную анолопатию не более 65 мм, диастолический размер, то мне нравится каптационная длина, чтобы была 8 мм. Если у вас нет 8 мм, то тогда у вас не будет стабильной реконструкции. Я думаю, что не стоит аж осуждать вот такую простую рестриктивную анолопластику при ишемической регургитации. Нам нужно оставить это иначе для очень опытных хирургов. Я думаю, нужно сказать молодым хирургам, молодым кардиохирургам, что если мы ожидаем, что нужно вы попадаете в критерий, тогда вы можете достичь у отдельных больных положительных результатов операции. Вы согласны со мной? Да, я с этим согласен. Но вы знаете, если посмотрим на то, сколько именно больных получит преимущество от этой пива, от пива, от анолопластики, от других, я не знаю, сколько больных диастолический диаметр меньше 65, тогда вы сразу поймете, что не такое же большое количество таких пациентов будет. Их будет весьма мало. Да, прошу вас, Лео. У меня есть вопрос, который меня интересует. Если у вас есть пациент, у кого пароксизмальная фибрилляция предсердия, и у него умеренная недостаточность, ну, положим, у него увеличенные, ну, скажем, до 38-40 мм, метральный клапан 42-44 мм, трехклапанный, трехкоспидальный, простите, он, ну, более-менее неплохо себя чувствует между делом. Но скажите, какова будет рекомендация вот такого рода больных? Вот очень интересный вопрос. Очень важный вопрос. Спасибо. Вы знаете, в контексте вот именно этого пациента, у кого уменьшена вентрикулярная функция метральной гирегургитации, вот присутствие фибрилляции предсердия, оно, конечно, имеет отрицательное значение. Вы правы. И тогда, конечно же, ну, давайте здесь шаг по шагу будем разбирать это. Например, если бы у меня был пациент, у кого тяжелая метральная гирегургитация и фибрилляция предсердия, я бы изо всех сил стараться сначала разобраться с фибрилляцией предсердия, потому что мы видели, например, и продемонстрировали, у нас есть даже данные, я их не показала в своем выступлении, но они у меня есть, что они гораздо лучше выздоравливают, вентрикулярную функцию они восстанавливают. То есть есть место применять это. Почти обязательно нужно применять, если есть эта возможность, хирургия по поводу фибрилляции предсердия. Именно у таких больных. Вот тот случай, который вы предложили, это немножечко подограничный, потому что это пароксизмальная фибрилляция предсердия. И тогда, может быть, вы точно не знаете, как он разовьет перманентную фибрилляцию или персистирующую и так далее. То есть если она еще пароксизмальная, то требуется столько мало просто провести хирургическое вмешательство, чтобы понять вот эту радиочастотную абляцию. Я бы лично сделал, вот в отношении легочных вен это сделал, вот я лично делаю.